Ну что, давайте снова повздыхаем о надёжности и недолговечности старого немецкого премиума. Итак, встречаем BMW 7-ка в кузове E65. Ну что, как вам такой баварский топчик? Это чудо, которое нарисовал Крис Бенгл и Адриан Ван Хойдонг. Показали осенью 2001 года. Я помню те времена, после подтянутой и стройной E38 эта машина показалась каким-то неповоротливым и невыразительным китом. Хотя на самом деле шасси у неё огонь. Какие-то владельцы даже после 2020 года выезжают на E65 на Нюрнбург Ринг. Что ни говори, но при очень спорной внешности эта машина – роскошный представительский driver's car, то есть машина для водителя, а не для пассажиров. Она очень манёвренная для своих габаритов и комфортная. А что же у неё с надёжностью? Ух, сегодня мы подготовили вам очень долгий и развернутый рассказ. Реальность такова, что много этих машин проехали более 500 тысяч километров и продолжают ездить. Многие знатоки этой марки считают вот эту самую «семёрку» самой надёжной BMW до 2010 года. Конечно, это на фоне того, что BMW сотворила позже. Итак, не переключайтесь и сейчас вы узнаете все эксплуатационные особенности и косяки вот этой машины. Мы начинаем. И да, мы в курсе, что лонг-версия с увеличенной колёсной базой на 14 сантиметров – это E66. Бронированная версия – это E67. А экспериментальная версия на водороде – это E68. Так вот, вот эта E65 на данный момент продаётся. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Не будем останавливаться на обычных проблемах «семёрки», но скажем, как и практически в любом другом автомобиле, у этой машины мутнеют плафоны фар и страдают отражатели линз. Но обратите внимание, что у данного экземпляра владелец полностью восстановил фар и поставил новые стёкла и билет-оптику. И обратите внимание, что здесь билет установлен без колхоза, то есть практически вид как по заводу. У машин с адаптивной оптикой линзы могут упасть, но, к счастью, это всё легко ремонтируется. И, кстати, светодиоды задних фар тоже могут потухнуть. Эти парктроники и их проводка очень не любят влаги и грязи. И некоторое время назад некоторые наркоманы, можно их так назвать, их выдирали и продавали, потому что они очень легко снимаются. Хром в этих машинах, естественно, начинает мутнеть, потому что уже возраст. Кузов хорошо противостоит коррозии, но перед покупкой этой машины обязательно днище надо осматривать, потому что всё чаще, опять же, в силу возраста под ковролином можно найти сквозные дыры. У BMW E65 очень крутые ограничители дверей, то есть фиксируют двери практически в любом положении. Так вот, оригинальные ограничители стоят по 160 долларов, бэушные – по 30 долларов. И если дверь фиксируется в положениях, но при этом скрипит и люфтит, то это проблема в резиновых втулочках. Но, к счастью, на данный момент резиновые втулочки ремонтные, неоригинальные, свободно продаются. Не надо ничего вырезать. Крышка багажника «Семёрки» оснащена гидронасосом, который качает жидкость гидроцилиндры, тем самым открывает и закрывает крышку багажника. Нельзя сказать, что эта гидравлика хлопотная, но внимание требует. И, кстати, в нашей комплектации ничего из вышеперечисленного нет. Бывает, что из этой системы вытекает масло. Тогда крышка багажника закрывается через раз, плохо захлопывается и становится очень чувствительной к негоризонтальному положению кузова. И даже масло в эту систему используется специальное, которое отдельно не продается, а продается только вместе с с ремкомплектом. И в этом случае многие владельцы этих BMW используют масло от Mercedes. А от тех Mercedes, в которых используется тоже гидравлический привод багажника. Гидроцилиндр, который поднимает и опускает крышку багажника, расположен в левом крыле в самом верху. Под ним блоки навигации Logic 7 и другая электроника. Многие знатоки этой марки называют гидроцилиндр багажником самой главной проблемой. Если масло из него вытекает, то оно заливает электронные блоки слева за обивкой багажника и даже может налиться в задний левый фонарь. Как правило, масло не убивает электронику. Сам гидроцилиндр не ремонтопригодный, но некоторые владельцы вот этих вот автомобилей его разбирают, то есть распиливают, находят уставшие уплотнительные колечки штока и их меняют. Сам вот этот вот цилиндр продается отдельно. По оригиналу, если вам не жалко, отдавайте за него 440 долларов, а вот бэушный стоит примерно 250 долларов. Он идет в комплекте со шлангами для подключения к насосу. Ну а если крышка багажника не держится в поднятом состоянии, а падает, то надо заменить оба газовых упора, которые находятся горизонтально в обивке багажника. Гидронасос сам же надежный, но если он устал, то начинает скрипеть и шуметь. И вот стоит он баснословно дорого, зато на разборках продается примерно за 60-80 долларов. И если вам надо БУ-запчасти, то помните, обязательно позвоните в «Автостронг». Также у нас есть еще новые запчасти и технические жидкости. Еще владельцам этих семерок известна проблема с попаданием воды в багажник. Как правило, намокает правая сторона, а затем вода просачивается в нишу под запасное колесо. Путей для проникновения воды очень много. Смотрим сверху. Уплотнитель правого кронштейна, крышки багажника и заглушка рядом с ним. Внизу под кронштейном багажника за обшивкой есть специальный лоток, который собирает просочившуюся сверху с кронштейна воду. Отсюда это вода по трубочке, стекает вниз за бампер. Если эта трубочка забилась мусором, то вода польется вниз в багажник. Также вода может попасть в багажник, в первую очередь в правую нишу, где находится АКБ через лопнувший уплотнитель вентиляционной решетки. Еще в этом месте, то есть позади задней колесной арки может быть поврежден герметик, и тогда вода с мокрой дороги сразу попадает в багажник. И еще отдельного внимания требуют уплотнители задних фонарей. Еще менее явные пути для воды – это заглушки за задним бампером. То есть всякие пистоны для крепежа, уплотнения вокруг жгута патроников и даже отверстия под крепежные болты усилителя заднего бампера. Ну а теперь давайте рассмотрим салон этого премиального автомобиля. Добро пожаловать в салон E65. По сравнению с «семеркой» E38 эта машина стала очень революционной. Она как будто замахнулась на лавры Rolls-Royce, который в те годы перешел под крыло BMW. В салоне полный арт-хаус, особенно если цветовая палитра серая и бежевая. Ухоженные салоны E65 выглядят очень круто. Тут появился ай-драйв с джойстиком. Его первая версия тормознутая и запутанная. После рестайлинга стало получше, но все равно пользоваться им, то есть бродить по меню, то еще мучение. E65 очень комфортная, просторная и тихая. Ее салон – отражение аккуратности водителя. Но все чаще встречаются машины с порванной обивкой на подлокотниках и даже порванной оплеткой рулевого колеса. Про царапины и облезвую краску на пластиковых компонентах я уже не говорю, как и про трещинки на кожаной обивке сидений. Все это отражает уровень заботы владельца. Самая распространенная проблема, которая случилась и случается до сих пор у этих машин – это неработающая и хриплая музыка. Так вот, эта проблема встречается в первую очередь с топовой аудиосистемой Logic 7. Однако проблема кроется в двух блоках. Головное устройство с осчитыванием CD-дисков находится в передней консоли и называется ASK. Так вот, здесь сгорают две микросхемы. Каждая из этих микросхем отвечает за левую и правую сторону динамиков. Когда вот эти микросхемы сгорают, то перестают работать динамики в передних дверях. Что же надо сделать? Хорошо, что эта проблема решается. То есть можно поменять эти микросхемы на те, которые крупнее и лучше охлаждаются. Но в этом случае надо будет каждую вот эту микросхему припаять к плате, то есть ножку каждой микросхемы припаять к плате отдельным проводочком. И всего будет 12 таких жилок. Также есть вариант поставить отдельную микросхему. Также есть варианты сборки на одной микросхеме. А если в машине замокли сабвуферы, динамики в задних дверях, а также динамики в недрах центральной консоли, то в этом виноват блок Logic 7, который находится в багажнике. И, кстати, усилители в блоке Logic 7 перегорают из-за снижения сопротивления катушек в обоих сабвуферах. И, кстати, оба сабвуфера находятся под задними сиденьями. И когда сопротивление падает ниже 2,5 Ом, то микросхемы сгорают. И, кстати, вот эти сабвуферы и динамики можно прозвонить через двадцатипиновый разъём Logic 7. Нередко в блоке Logic 7 умирает верхняя плата, ответственная за подключение оптической шины MOS-T. Проверка в этом случае делается просто. Нужно снять верхний узкий штекер с модуля Logic 7 и посмотреть, светится ли в нём красный светодиод оптической шины. Если не светится, то придётся менять целиком весь модуль. Его плата оптической шины не ремонтируется. На сегодняшний день оба блока музыки успешно и недорого ремонтируются, а вот этот ремонт был освоен лет десять назад. Ну, а в остальных случаях, если не виноваты блоки музыки, то тогда проблема в динамиках и в их проводке. Естественным образом виновата в этом влага, которая убивает динамики и окисляет пины. Ну, а в плане электроники BMW E65 невероятно сложная. Вернее, сложность заключается в том, что в начале 2000-х на каждую функцию создавался отдельный блок и его модификации. Так вот, эти блоки связаны с шиной локальной автомобильной связи. Ну, идём далее. Вот эта шина состоит из двух проводов, которые тянутся ко всем блоком. Но проблема в том, что у E65 две шины – системная и периферийная. То есть, две пары проводов, которые объединяют эти блоки и все устройства в единое электронное целое, а во главе стоит блок CAS – Car Access System. То есть, этот блок отвечает за доступ в машину и за запуск двигателя. Однако, неполадки с проводом либо один умерший блок могут повесить всю локальную сеть этого автомобиля, говоря, что самая неприятная ошибка, которая возникает, звучит как неисправность провода CAN. Ну, эту ошибку может вызвать либо умерший блок, либо же короткое замыкание в одном из проводов. И, кстати, в каждой такой паре на одном из проводов должно быть 0 вольт – это скоростная шина low. И если с напряжением что-то не так, то надо обязательно искать, где коротит или что умерло. Ну, а проявление ошибки той самой неисправности провода CAN может сопровождаться разнообразными глюками. То есть, машина может не просыпаться, может не заводиться, может не открываться и вплоть до отключения каких-то электрических приборов, систем, назовем это так. А вот остальные ошибки, которые могут быть выявлены в плане диагностики, вот их может быть 10, 20, 30, 40 штук, они решаются гораздо проще. Был бы толковый электрик по автомобилям BMW. И, кстати, вот на авторазборках и, в частности, в «АвтоСтронг» вот эти вот электрические запчасти на BMW E65 на данный момент стоят не так-то дорого, поэтому обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Еще BMW E65 унаследовала фамильную болячку климат-контроля. Если температура не регулируется, есть диагностическая ошибка по климату и из воздуховодов постоянно дует горячий воздух, то в пульте управления климатом нужно заменить выгоревшую микросхему. То есть новое впаивается на место старой. А вот если горячий воздух постоянно дует из воздуховода в одной стороне салона и не регулируется, висит ошибка по регулирующим клапанам, то нужно заменить блок клапанов. Они расположены под капотом слева от двигателя. БУ-шный блок клапанов стоит 30-40 долларов. Ну а вентилятор климат-контроля может засвистеть после пробега в 250 тысяч километров. Новый оригинальный стоит 500 долларов, но, к счастью, у него есть много дешевых аналогов. Да и на разборке эти запчасти тоже есть. Обязательно наберите в «АвтоСтронг». Идем далее. Селектор автомата у E65 находится на рулевой колонке. Он прекрасно работает, но при пробегах в 400-500 тысяч километров могут начаться глюки. То есть паркинг может не включаться из-за того, что рычажок не может поймать центральное положение, а также паркинг может включаться произвольно. А вся причина в том, что рычажок начинает чрезмерно люфтить в своем шарнире в продольном направлении. Из-за этого магнит позиционера постоянно колеблется, что вызывает неточные и ложные срабатывания. Селектор можно поменять на БУ-шный, а можно поколдовать с его осью, чтобы убрать люфт. А вот ошибки по системе стабилизации и по подушке безопасности связаны с износом контактных усиков в датчике положения рулевого колеса. И вот датчик положения рулевого колеса, то есть рулевой шлейф, легко снимается и, можно сказать, реставрируется. То есть вот эти вот усики можно заказать, контактные усики можно заказать из Китая и заменить их с помощью паяльника. Вообще хоть что-то электронное в BMW E65 всегда не работает, но вот эти вот отказы электроники можно запросто увидеть при помощи компьютерной диагностики. От умершего вентилятора радиатора кондиционера до умершего вентилятора охлаждения ЭБУ, кстати, есть в E65 и такой. Ну а такие вещи, как амбинентная подсветка в дверях или стеклоподъемниках, ну вот эти вот вещи можно увидеть при визуальном осмотре и тестировании. Еще владельцы этих машин знают, что оба замка капота надо держать в абсолютно чистом виде и они должны быть смазаны хорошей смазкой. Дело в том, что тросы, а их три штуки, соединяются через пластиковые детали. Вдобавок трос от рукоятки в салоне до левого крыла изнашивается. Это видно в пластиковом соединителе тросов. Откройте его, если там уже выскочила металлическая оплетка троса, то долго он работать не будет. А вот если капот не откроется, то придется добираться к замкам через левый подкрылок. И еще неоригинальные тросы служат совсем недолго. Некоторые неоригинальные тросы, буквально 5-10 открытий. Владельцам этих машин еще обязательно нужно знать про развитую дренажную систему. То есть, если у BMW E65 есть люк, у нас его нет, то от него выходят четыре трубки в колесной арке. Так вот, если эти трубки забьются, то ожидайте намокания потолка после сильного дождя. Еще есть дренаж под воздушными фильтрами. Там глубже находится лоток с ЭБУ и вентилятор, которые охлаждают эту электронику. Так вот, если дренаж не сможет отводить воду отсюда, то ее уровень поднимется. Но до электронных блоков не доберется, а вода будет стекать по воздуховоду вентилятора охлаждения электроники под бардачок, то есть намокнет ковролин под ногами пассажира. Нередко у BMW E65 страдает трапеция дворников. Вот эта трапеция при износе втулок в шарнирах может задевать за кромку капота и царапать ее. Ее проще купить на авторазборке. Нужно выбрать трапецию без люфтов. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все вы знаете в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а теперь давайте про двигатели, про дизельные. Базовая версия вот этого вот автомобиля оснащалась, то есть базовая версия 730D оснащалась супер мега надежным двигателем дизельным М57. Этот двигатель не проворачивает вкладыши, почти не сопливит. Цепь ГРМ ходит 300 тысяч километров. В общем, этот мотор практически миллионник, хотя многие такие двигатели на данный момент дошли до замены маслосъемных колпачков. Эта операция необходима тем двигателям, которые прошли более полумиллиона километров. Турбина надежная, но сервопривод может выйти из чата через 20 лет эксплуатации. Временами хандрит расходомер, и демпферный шкив коленвала, оригинальный, ходит примерно 150 тысяч километров. Лучше при замене раскошелиться на новый, если вы не хотите остаться без привода навесного оборудования вдали от сервисов. Также раз в 250 тысяч километров будет не лишним промыть циклонный сепаратор клапана ВКГ. Такой был у самых ранних моторов, а у более поздних вместо циклонной воронки используется вкладыш в виде ролика из синтетических волокон. В двигателе М57 есть вихревые заслонки, которые могут оторваться, улететь в цилиндры и натворить там бед. Причем, если вот такой кусочек попадет между клапаном и поршнем, то тогда двигатель надо отправлять на капремонт. Значит, при пробеге в 150 тысяч километров надо обязательно снимать впускной коллектор и чистить его от отложений сажа и масла. Свечи накала при откручивании могут отломаться и остаться в ГБЦ, но с этим тоже можно бороться профилактически. А вот форсунки в двигателе М57 простые, их можно незадорого найти на авторазборках. В частности, если вам нужны такие форсунки, обязательно позвоните в «АвтоСтронг». И, если угодно, их можно проверить перед покупкой на диагностическом стенде. Часто BMW E65 встречается с настоящим и последним V-образным двигателем дизельным от BMW. Называется он М67 и имеет реальный рабочий объем 3,9 и 4,4 литра. После окончания производства вот этой «семерки» двигатель М67 был окончательно снят с производства. Этот мотор можно назвать сдвоенной четверкой М47. То есть, диаметр цилиндров и ход поршней у двигателя объемом 3,9 литра и у двухлитрового М47 идентичный, чугунный блок, ГБЦ похожие, но не взаимозаменяемые и цепной привод ГРМ. Никаких глобальных косяков у этого мотора нет совсем, а остальные проблемы вполне безобидны. Например, знатоки отмечают самую большую проблему этого мотора в сервомеханических актуаторах турбин Гары GT 1752V. Сами актуаторы обычные, но еле выхаживают 150 тысяч километров. Иногда может засопливить стакан масляного фильтра и расположенный под ним теплообменник. Всё остальное, как у любого дизеля BMW. ЕГЭР, расходомеры, их, кстати, в двигателе М67 две штуки, а также надо чистить впускной коллектор. Вихревых заслонок у этого двигателя нет, а демпферный шкив коленвала служит 250 тысяч километров и существует только в оригинале. А оригинал стоит на минуточку тысячу долларов. Также BMW E65 была доступна с рядными бензиновыми «шестёрками». Это до рестайлинга мотор М54, после рестайлинга М52. Так вот, эти двигатели встречаются редко, едут неторопливо и пожирают около 15 литров топлива в городе. На самом деле это надёжные, хорошие моторы. Мы, кстати, о них рассказывали в других обзорах BMW, а М54 мы разобрали, разложили всё по полочкам. Так что, кому интересно про этот мотор, обязательно поищите вот этот разбор на нашем канале. На протяжении всего выпуска вот этого автомобиля он оснащался атмосферным V8 бензиновым объёмом от 3.6 до 4.8. Этот двигатель называется N62. В нашем случае этот агрегат 4.4 – 745 BMW на 333 л.с. И сразу скажем, что автомобили с этим двигателем можно брать с самыми мощными модификациями, потому что расход топлива от 3.6 мало отличается, но запас мощности солидный. У нас на канале есть подробнейший обзор двигателя N62, где мы описали все его проблемы и болячки. Это действительно надёжный двигатель, который ходит более полумиллиона километров, но при этом требует к себе пристального внимания и недешёвого ухода. Если соблюдать всё то, что мы сказали в нашем обзоре, то он легко проедет более полумиллиона километров. И ещё, в этом двигателе надо менять масло каждые 10 тысяч километров. Иначе поршневые кольца закоксуются, и жор масла будет огромным. И, кстати, здесь, в этом двигателе, нет никаких чугунных гильз, а поршни и их кольца работают по аллюсиловому покрытию. Очень рекомендуем ставить холодный термостат, поскольку родной сжарит двигатель до 102 градусов. Это плохо и для масла, и для маслосъёмных колпачков. Кстати, большинство двигателей N62 начинают сжигать масло именно из-за уставших маслосъёмных колпачков. Их замена – дело дорогое и хлопотное, а тратиться на него нужно каждые 100-150 тысяч километров. Может, и чаще, если с температурным режимом двигателя. Всё плохо. И, кстати, мы помним, что вот эта красотка в данный момент продаётся. Ссылочка на неё, на объявление, будет в описании к этому ролику. И владелец нас заверил, что он поменял маслосъёмные колпачки, и вот этот мотор масло не ест. Ну, как сказал владелец. Ещё цепи привода ГРМ нужно менять каждые 250 тысяч километров. Растягиваются и гремят. Первый начинает шуметь левая цепь. Моторчик ValveTronic служит более 200 тысяч километров. Также можно брать бэушные на замену. Ну, и трубка антифриза в развале блока. Её меняли на каждой N62. Причём замена очень хлопотная, требует много времени. Хотя есть альтернативные решения. При покупке BMW E65 надо обязательно достоверно узнать историю обслуживания двигателя. Иначе готовьте пару тысяч долларов на его доведение до ума. К слову, мотор N62 бэушный стоит от полутора до 2 тысяч долларов. Это примерные цифры. А ещё BMW в 65-ом кузове оснащалась последним V12 от BMW. Такой же двигатель с увеличенным объёмом получил ещё и Rolls-Royce, когда лишился своего фирменного V12, который был от Bentley. Так вот, этот двигатель N73 очень надёжный, но его беда была в том, то есть заключалась в форсунках непосредственно впрыска, таких же, как на моторе N54. К слову, естественно, N54 на вот этих машинах не было. Форсунки пережили буквально 12 ревизий, по-моему. Больше десятка – это точно. Так вот, эти форсунки убивали двигатель, то есть они могли налить топливо в цилиндры после остановки двигателя, а после запуска происходил гидроудар. И ещё ТНВД на моторе N73 слабенький, и из-за выхода его из строя этот двигатель не запускался. Ещё были проблемы с уплотнениями форсунок и рампы, с течами антифриза. Но о тотальных проблемах двигателя N73 речи никогда не шло. Ну, а теперь давайте поговорим об автоматических трансмиссиях, потому что механики в этом поколении BMW E65 не стало совсем. Здесь трудится 6HP26 – хорошая, надёжная трансмиссия шестиступенчатая от компании ZF. Она была сделана с внешним электронным управлением, то есть здесь селектор АКПП никак механически не связан с самой АКПП. В общем, что хотелось бы сказать. Надёжная, хорошая трансмиссия. Максимально были ускорены переключения передач, что вверх, что вниз. Гидротрансформатор блокируется максимально рано и на всех передачах. И у нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Как вы поняли, тут у нас пример самого раннего применения 6HP26. Именно дебют был на вот этой модели. Так вот, эта трансмиссия вполне себе прошла испытание временем. Да, трудно найти примеры, когда эта трансмиссия без капремонта прошла 500 тысяч километров, но такие примеры есть. Обычно 6HP26 при нормальной эксплуатации ходит примерно 400 тысяч километров. И, кстати, на разборке такой автомат стоит примерно 300-500 долларов, а капремонт – 1200. Так что, купить бэушный, такой автомат дешевле. Поэтому, если надо, обращайтесь в «АвтоСтронг». Ну и напоминаем, что на данный момент вот эта вот машинка продается. Ссылочка на нее, то есть ссылка на объявление будет в описании к этому ролику. Также не забываем, что в компании «АвтоСтронг» есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл – обязательно в «АвтоСтронг». Ссылочки тоже в описании. И еще в «АвтоСтронг» помимо отличных БУ запчастей, есть еще абсолютно новые запчасти, а также технические жидкости. Так что обязательно обращайтесь в «АвтоСтронг». Но мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Заглянем опять под капот, благо здесь замки в рабочем состоянии и тросы не порваны. Так вот, под капотом можно ожидать разнообразных неприятных вещей – от неисправного вентилятора радиатора кондиционера до проживёвших трубок кондиционера. Вдобавок может выйти из строя вот этот блок ABS, но благо он ремонтируется, а также его можно купить на авторазборках. Стоит он примерно 250 долларов. Нужен такой блок, обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Также на моторах с V8 аккуратненько соединяйте патрубки с дроссельной заслонкой после замены воздушных фильтров, потому что иногда там остается щель, и потребление воздуха не сходится с показаниями расходомера. Самые упитанные версии E65 оснащались генераторами с жидкостным охлаждением. Так вот, есть две версии на 150 и на 180 А. Кстати, вы такой генератор сразу узнаете, потому что там нет прорезей для воздуха, а просто герметичный корпус. Так вот, раньше поломка такого генератора была очень дорогим мероприятием, потому что новый такой стоит 1200 долларов, хотя для 180 А версии есть заменители за 700. Однако, если такой генератор не заклинил, то он вполне поддается ремонту. Запчасти на него все есть. И, кстати, если генератор вот такой не выдает достаточного напряжения, то сабвуферы начинают хрипеть. Имейте, кстати, вот это в виду. А если вот этот генератор заклинил, то можно найти бэушный на разборке. Стоимость примерно 150-250 долларов. BMW E65 была доступна с опциональной системой Dynamic Drive. Это активные стабилизаторы на обеих осях. В эти стабилизаторы врезаны гидроцилиндры, которые позволяют прокручивать их торсионные половинки вдоль оси. Таким образом, система подавляет крены кузова. Ну, а у нас здесь стабилизаторы обычные. И вот активные стабилизаторы ходят примерно 300 тысяч километров. Затем их уплотнения не выдерживают и не выдерживают подшипники торсионов. И в этом случае тогда из этих стабилизаторов сочится жидкость, причём та же самая жидкость, что залито в гидроусилитель руля. Либо же эти стабилизаторы постукивают. Изношенные стабилизаторы проще поменять на бэушные. Сухие, не гремящие, обойдутся примерно в 100 долларов. То есть по 100 долларов. А чтобы поменять задний, то придётся снимать подрамник задней подвески. Часто проблемы с этой системой вызывают проржавевшие трубки и лопнувшие шланги. И вот они проложены вдоль правого порога. Всего шесть отдельных трубочек и шлангов. Многие BMW E65 были оснащены пневмоподвеской. И вот если подвеска пневма установлена на заводе, то она установлена только сзади. Естественно, баллоны пневма очень дорогие. А сама подвеска при эксплуатации не такая уж и хлопотная. Она, в принципе, надёжная. Но если что-то пошло не так с пневмобаллонами, то они легко восстанавливаются до состояния новых специализированных мастерских. У нас здесь подвеска обычная. А вот что касается пневмоподвески, то к 250 тысячам километров она может начать стравливать воздух. Причём не только по штуцерам у пневмостоек, но и по клапанам на самом компрессоре. Кстати, сам компрессор находится в нише запасного колеса, накрыт металлическим тазиком, который в народе называется «черепаха». Ещё бывают неполадки с дорожным просветом задней оси, то есть если кузов приседает, либо же приседает на одно колесо. Так вот причина в одном из двух датчиков дорожного просвета. Дело в том, что проводка к ним отгнивает, и это приводит к разнообразным чудесам в работе задней подвески. Опционально BMW E65 оснащалась регулируемыми амортизаторами всех колёс. Так вот, называются они EDC. Штука стоит 1500 долларов, а дешёвых аналогов нет. Но по сути это обычные амортизаторы с проводками и регулирующими клапанами. Некоторые мастерские предлагают заменить эти уплотнения, то есть они выходят из строя из-за того, что из них вытекает жидкость по уплотнениям. Так вот специализирующие мастерские предлагают заменить вот эти уплотнения и дозаправить эти амортизаторы. То есть амортизаторы EDC прекрасно восстанавливаются. В подвеске BMW E65 никаких откровений нет. Разве что удивляет Макферсон передней подвески. Хотя на E38 и на E32 никакой двухрычажки с рычагами на верхнем и нижнем уровне тоже не было. Нижний рычаг тут по традиции BMW раздвоенный, а не единый L-образный, как бывает у переднеприводного Макферсона. Передний рычаг стоит от $150 до $220. Самые дешевые аналоги стоят по $50. Такой же порядок цен и у заднего рычага. Сайлентблоки в оригинале у этих рычагов входили по $150 000 км. Рулевая рейка гидравлическая и начинает постукивать и люфтить к пробегу примерно в $300 000 км. Так вот, хорошая бэушная рулевая рейка стоит примерно $200, но если эта рейка начала постукивать, то она без труда реставрируется. Подушки двигателя и трансмиссии, а также эластичная муфта кардана служит примерно 200 000 км. Эластичная муфта стоит по оригиналу $280, а хорошие заменители от $150 до $240. Конструкция задней подвески напоминает всем любимую BMW E39. Сюда можно по оригиналу купить задний плавающий сайлентблок по $50-90, хотя есть предложение по $15. Цены на верхние рычаги по оригиналу очень кусаются, а заменители стоят от $30 до $150. С задним редуктором явных проблем нет, нельзя игнорировать утечки масла по его сальникам. Лучше раскошелиться на замену сальника и заправки нового масла. Напоминаю, что эта красотка на данный момент продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Ну что ж, с одной стороны, сервисмены смотрят на владельцев этих машин как на большой мешок с деньгами, которые можно переместить к себе в кассу. А с другой стороны, на этих автомобилях ездят владельцы, которые умеют ремонтировать этот автомобиль. Получается, что в 50% случаев за рулем этих машин ездят не бизнесмены, а очень хорошие механики, которые могут разобрать эту машину и хорошенько продиагностировать, потому что у них есть даже фирменный BMW софт. Ну а что вы скажете? Готовы ли вы упасть в объятия вот этой «семёрки»? Если владеете BMW E65, обязательно напишите ваши впечатления в комментариях, а мы обязательно прочитаем. Ну и что, помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok